Привет, YouTube! И сегодня я расскажу вам о том, как бывшая участница Холостяка пообещала спасти своих подписчиков от бедности. Как Филипп Киркоров публично оскорбил Наргиз в ее родном городе. И при чем тут Вика Боня? А еще о том, почему хозяин дельфинария решил избавиться от своих питомцев и выбросил их прямо в открытое море. Кстати, хочу напомнить, а то вдруг кто-то из вас пропустил эту новость. Я тут завела свой личный, личный телеграм-канал. Вот он. Там я делюсь своими мыслями без цензуры, всякими разными фоточками, рассказываю о проектах и жизни в Турции. И вообще, выдаю неприлично много личного и сокровенного. Так что, если вы еще не подписались, это можно исправить прямо сейчас, перейдя по ссылочке в описании под этим видео. Друзья, ну что ж, а мы с вами не будем затягивать и поехали! Я вот тут, знаете, что заметила? Что у многих блогеров развивается синдром спасателя. Может, это профессиональная деформация у них какая-то такая. Ну, правда, не знаю. Короче, каждую неделю кто-нибудь, да, соберется нас всех спасать. То от разводов, то от лишних килограммов, то от безденежья. На этот раз учить нас делать бабки взялась Адель Вигель. Встречайте, курс по Рилс, который сделает нас миллионерами. Может быть, некоторые из вас вспомнят Адель как одну из участниц шоу Холостяк с Тимоти. Но с рэпером отношения не сложились, ни во время Холостяка, ни после. Зато после шоу ее заприметили другие Холостяки. Адель приписывали роман то с Хамали, то с Гусейном Гасановым. Но по-настоящему покорить сердце красавицы смог лишь блогер-лихач Миша Литвин. В общем, у Адель много талантов. Она и диджей, и модель, и даже немного поэт. Скажи, а какие поэты тебе нравились? Поэты? Вот это такой вопрос, я сейчас тебе отвечу. Я не следила за поэтами, я знаю каких-то поэтов, понятно, Тургенев, Пушкин и так далее. Но я не интересовалась творчеством прям каких-то конкретных поэтов. Я просто писала сама стихи, и все. Но, видимо, такой многосторонний Адель несколько надоело, что ее знаю только как участницу Холостяка. И девушку Литвина, что она решила сделать что? Что, что, что? Правильно, замутить свой собственный курс. Мне хочется, чтобы вы подходили ко мне не как девушке Миши, не как участница Холостяка, и не как просто красивой девушке. Мне хочется, чтобы вы подходили на улице и благодарили меня за то, что вы начали зарабатывать и делать реальные бабки на контенте. А то я зарабатываю 100, 200, 300, как в месяц. Это будет для меня главная награда за то, что я выпустила этот курс для вас. Вообще, этот курс офигенный шанс залететь с нуля и начать зарабатывать реальные бабки, для того, чтобы вы могли путешествовать, греть свои жопки на море, дарить подарки близким и родным, и вообще ни в чем, блин, не нуждаться. Ну а что, ваши жопки разве не хотят погреться на море? Очень веский повод принести свои денежки Адель. Тем более, это вам не какой-то там обычный курс парилс, которых наплодилось уже больше сотни. Это супер-мега-классный курс парилс, такого, знаете, межгалактического уровня. Самое масштабное обучение межгалактического уровня, в котором каждый сможет прийти к результату и научиться делать бабки на контенте. Вот сразу видно, что Адель-модель в инфобизнесе, скажем так, новичок и совсем не следит за трендами. Наверное, поэтому используют все эти надоевшие нам всем приемчики. Ну, например, про взорванный директ, двоюродную сестру, внучатой племянницы, которая уже прошла курс и у нее получилось. И не забудем, конечно, про случайную встречу с фанатами, которые жаждут попасть на ее курс. В последнее время мой директ просто взрывается от таких сообщений. Я вижу, что вам нравится разбираться в контенте, пилить рилс и зарабатывать денежки с любой точки мира в любое время на самой востребованной профессии в ближайшие несколько лет, несмотря ни на что. Мне ответила одна из девчонок, которой 14 лет, она учится в 8 классе, что она слишком маленькая, что у нее не будет хватать времени, и она боится, что у нее не получится зарабатывать деньги. По итогу Полина продала услугу подборку 20 трендовых рилсов за 8 тысяч рублей эксперту из Екатеринбурга. Также сняла один ролик для детейлинг-центра за 2 тысячи рублей, а еще ей оставили предоплату в размере 7 тысяч рублей за будущие рилсы. Ко мне подбегают двое ребят, молодых вообще, и говорят мне, мы хотим попасть к тебе на курс. Зачем вам вообще нужно рубить бабки, для чего вы это хотите делать? Мне хочется не сидеть на шее у родителей. И на попе ровно тоже не сидеть, да? Само собой, да. Чтобы не брать там деньги у родителей на подарки им же. Ах да, ну и что же за супер-бупер курсы без крутых подарков? Ну ладно, айфоны и таинственные боксы с не пойми чем. Но самых везучих ждет супер-пупер-мега приз. Итак, барабанная дробь это возможность снять рилс вместе с самой отель. Ну и по классике нам с вами напоминают, что если не купим курс, то так и будем копить деньги на арбуз вместо того, чтобы делать бабки. Если бы я не действовала, я бы так и сидела в котласе и ждала бы, когда мне хватит денег на гребаный арбуз. Эти последние места для вас. Залетайте, двигайте вперед, я вас верю. Вот только всех своих фолловеров, которых уже больше миллиона, обучить Адель, к сожалению, не сможет. Хотя очень бы хотела, ну да, хотела бы. Но вот что любопытно, мест на курс всего 1000, а желающих, по словам самого Адель, намного больше. Поэтому она предлагает вам скидочку в 50%. Мне кажется, или маркетинг работает не совсем так. Ну там типа спрос, предложение, не, не слышали. Зато с идеей курса по цене чашечки кофе Адель очень даже знакома. Вы только посмотрите, как выгодно. Один урок всего 100 рублей. Все по инфо-цыганским канонам. Ай да молодец, Адель. А погодите, вот, кстати, кое-что новенькое. Прикупили курс? Жди, что к тебе во сне придет бобер. Ну, или борода во сне вырастет. Адель обещает. Ведь это же прямой знак от вселенной о приближающемся богатстве. Адель, кстати, заверяет, что ее курс подойдет всем. И студентам, и мамочкам в декрете, и экспертам всех возможных областей, творческим личностям и даже предпринимателям. Ну, и, конечно же, все только и мечтают о том, чтобы научиться делать такие же классные рилс, как у самой Адель. Вот такие. Когда вот стоишь красивая, вертишься туда-сюда обратно. Ну, или где-то ты красивая с сисями в роскошных локациях и брендах. Наверняка все это декорационное роскошество предлагается к курсу. Короче, все хотят рилсы, как у Адель. Хотя, погодите. Или все-таки не все так хотят? Этот курс не для тех, у кого в жизни и так все зашибись, хотя к нам уже залетают серьезные ребята, которые зарабатывают от сот. В общем, возьмите уже хоть кто-нибудь этот курс, а то бедняжка Адель не знает, чем еще таким и таким завлечь вас всех. В справедливости ради скажу, что курс ведет не сама Адель. Она пригласила людей, которые в этом разбираются лучше, чем она сама. Но кому это надо, если в ее арсенале есть куча избитых клишей, постановочных видео, запугивания, все эти громкие обещания, что каждый сможет зарабатывать от 75 тысяч рублей. И это только с одного клиента. В общем, тут у нас тот самый случай, когда акцент сделали не на экспертности, а на всех этих дешевеньких приемчиках. И, мягко говоря, прогадали. А как вы, друзья, считаете, пошли бы вы Кадель на курс? Ну, или хотя бы ради того, чтобы лицезреть во сне бобров и бороды? Признавайтесь. Филипп Киркоров бьет просто все рекорды, но не в книге рекордов Гиннеса, а в новостных заголовках. На его счету сразу несколько скандалов, чуть больше, чем за неделю. Но Киркоров, скажем так, давненько в этом упражняется. И мы к этому уже даже как-то, если честно, привыкли, да? Вот в этом выпуске я рассказывала про скандальное выступление, которое чуть было не подвело его под уголовную статью. Так вот, на этот раз под горячую руку Филипп Киркоров сначала попал журналистка, которая позволила себе такую дерзость, как задавать поп-королю неудобные вопросы. За что он, как бы это сказать, послал ее на три, а нет, на все четыре буквы. А вот еще Битросович немножечко разошелся, увлекся и во время концерта взял и устроил мордобой букетом. Потом, правда, подъехало объяснение, что цветами по лицу получил, мол, член команды, который не подпускал фанатов к сцене. Но, по-моему, оправдание это так себе. Ну, а финалочкой стал концерт Филиппа в Ташкенте. Там, на глазах у полного зала, он, ну, так скажем, весьма нелестно высказался о певице Наргиз. Говорят, тут приползала на коленях в отель ко мне сегодня. Стерла все коленки. Ну, я, к сожалению, спал, отдыхал, набирался сил. Ташкент, на минуточку, родной для Наргиз город. И когда на улицах появились афиши предстоящих концертов Киркорова, она такому визиту не очень-то и обрадовалась. Чем и поделилась со своими подписчиками. Мы наехали. И тут Остапа, то есть Филиппа, понесло. В отместку он собрал в Ташкенте полный зал фанатов и зарядил вот такую вот ответочку. Но наехала она так, что 50 лет вообще не может въехать в нашу страну за свой грязный язык. Нельзя так. Эти аплодисменты доказательства, что пусть ей будет стыдно. Вы знаете, кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит. А вот на ее грязных руках эта энергия Закирова останется на всю жизнь и на ее совести. Но сегодня я не хочу говорить о грустном. Я сегодня хочу... Я прощаю. Дурочка молодая. Хотя уже не молодая, а лысая уже вся. На этом, казалось бы, можно было и остановиться. Но нет. Киркоров решил продолжить переход на личности, приправив все это дело махровыми оскорблениями. У нее никогда ничего не получится, как бы она не старалась, стриглась, дреда накладывалась сюда, сюда, неважно. Ничего у нее не выйдет. Жалко девочку. А что там жалеть? Господи, посмотрите на ее... Она удивляется, почему она не стала звездой. А ты наружу-то смотрела в свою зеркало? Ты себя-то видела, уродина. С таким лицом на сцену выходить, извините. А когда в зале, а когда на сцене, а когда на лице и в зеркале, то кто тебя полюбит? Вот так вот запросто на многомиллионную аудиторию, учитывая, как быстро это видео завирусилось в интернете, взял, да и прошелся по внешности Наргиз. И вот, друзья, знаете, как по мне, это явный перебор. Если поклонники на концерте в основном поддержали Киркорова, то в интернете такие речи совершенно не зашли. Скорее, наоборот. Вызвали у женщин гнев и испанский стыд. И во главе всех этих разгневанных женщин внезапно встала, представьте себе, Вика Боня. Она читала Филиппа за отвратительный поступок и красноречиво усомнилась в его мужественности. Ну а для пущего страха даже предложила отозвать у Киркорова звание народного артиста. И я считаю, что артист, который является народным артистом в России, не имеет права оскорблять женщин. Это уже не первая история, что там с кофточкой розовой, ладно, мы забыли. Но это происходит постоянно. Вот недавно скандал с журналисткой, то, что он пишет мне обзывами такими словами. Я вообще считаю, что нужно создать петицию или обратиться к президенту и лишить его звания народного артиста. Мы не заслужили таких народных артистов, я считаю. И самое забавное, знаете в чем? Выяснилось, что Вика на самом деле вообще знать не знает, кто такая энергия. Но не высказаться не смогла. Я ее знать не знаю. Я не знаю, про кого она речь, понимаете? Я не знала. Ну а что? Это вполне в ее стиле. Не знаю, про что говорят, но обязательно выскажу свое ценное мнение. И как бы да, ситуация со всех сторон спорная, но как по мне, что бы там ни было, переходить на личность и тем более обсуждать внешность другого человека более чем недопустимо. Особенно, если за тобой стоит армия из миллиона поклонников. Только вот что-то мне подсказывает, что до отмены званий дело, как всегда, не дойдет. Друзья, что вы думаете насчет этой ситуации? Кого поддерживаете? Обязательно пишите в комментариях. Так, ну что ж, друзья, пока они скандалят и запускают очередные инстакурсы, в Севастополе спасают дельфинов. Там развернулась настоящая трагедия. Дело в том, что владелец одного из дельфинариев выпустил четырех дельфинов прямиком в открытое море. Но не просто так поплавать, а навсегда, чтобы от них избавиться. Свой коварный план он решил воплотить в жизнь ночью, чтобы не попасться никому на глаза. Но не тут-то было. Команду «Работать быстро» дал никто иной, как директор дельфинария «Флиппер» Владимир Колнеболоцкий. Млекопитающие развлекали посетителей 10 лет. Но теперь перестали приносить доход. А когда их стало нечем кормить, Владимир не придумал ничего лучшего, чем от них избавиться. Делов-то привез на машине, донес до воды и просто выкинул. Дельфины, которые сразу не поняли, что от них хотят избавиться, прибились к берегу. Чем, собственно, и привлекли внимание прохожих. Значит, не выбрасывали, а планово выпускают на волю. На волю планово? Ближе всего. Они вон лежат на берегу, на берегу никуда не отмывают. Я в дельфинале, я хозяин, не директор. Красавец. Казалось бы, мечта зооактивистов сбылась. Дельфины освобождены из заключения. Но на деле не все так радужно. Ветеринары пояснили, что эти дельфины прожили в неволе почти 10 лет и просто не приспособлены к естественной среде обитания. И дело не только в том, что они не смогут сами добыть себе еду и будут страдать от обезбоживания. Даже температура воды будет сильно отличаться. В бассейне средняя температура составляет 25 градусов, а в открытом море в ноябре на минуточку меньше 15. К тому же эти дельфины, афалины, занесены в Красную книгу. Их можно было передать в другой дельфинарии, продать в конце концов. Но владелец дельфинария решил поступить иначе. И теперь надеется, что если его и посадят, то на зоне он будет, как это говорится, в уважухе. У меня нет средств содержания краснокнижных животных. Я их отпустил в среду обитания домой. Мне нужно, чтобы до следующего сезона дожить 25-30 миллионов рублей. У меня не осталось ни копеек. Я на пенсию сколько смог протянул, сегодня их выпустил домой. Естественно, подготовив к этому. Я мог их продать, передать, да все что угодно. Я сегодня выпустил полмиллиона долларов. Ну, минимум по 100 тысяч долларов. Рыночная, естественно, Китай. Конечно, мои учредители в шоке. Кстати, есть версия, что он выпустил животных как раз назло с учредителем из-за собственных махинаций с арендой дельфинов. Местные жители подняли шумиху и приступили к поиску дельфинов в тот же день. Потому что шансы выжить у дельфинов уменьшаются с каждым днем. По поручению губернатора Михаила Владимировича со вчерашнего дня организована операция по поиску дельфинов, которые были вчера выпущены в районе гостиницы «Аквамарин». Эти животные находились всю жизнь в свою неволе, они не знают дикой природы, поэтому такая ситуация для них губительна. Специалисты говорят, что без еды дельфины могут прожить максимум 2-3 недели. И это при том условии, что на момент выпуска они были абсолютно здоровы. В чем, собственно, остаются сомнения. И это все, конечно, очень и очень печально. И, к слову, на момент подготовки этого ролика найти дельфинов так и не удалось. А что касается бизнесмена, которым дельфины были нужны только ради денег, то против него возбудили уголовное дело. И на всякий случай забрали из дельфинария морских котиков, чтобы те не повторили судьбу Афалин. Честно скажу, мне даже не верится, что все это происходит на самом деле. И я очень надеюсь, что животных удастся спасти. И на фоне этого всего, если честно, курсы про Рилс и все эти звездные разборки кажутся куда более безобидными. Согласны? Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Спасибо огромное, что досмотрели этот ролик до конца. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго, буквально до следующего выпуска. Пока-пока!